Это Маланка Регион и напоминаем вам про лайки и комментарии, которые помогают распространить наши выпуски для большей аудитории. Именно с вашей помощью узнать происходящее в самых удаленных уголках нашей страны может большее число зрителей. Животноводство в Могилевской области приносит самый высокий доход сельхозпредприятиям, но при этом находится в сильнейшем упадке. Работу мясокомбинатов региона и вовсе перевели в состояние голодного режима, когда предприятие работает не на полную мощность, а временами простаивает. Серьезные проблемы с сохранностью стада сводят на нет перспективы большинства сельхозорганизаций и напрямую влияют на продовольственную безопасность государства. К слову, нелегитимный постоянно заостряет внимание на этом вопросе и грозится принять меры. Но как их принять, если падеж животных принял тотальный и неконтролируемый характер? На 1 сентября текущего года поголовье крупного рогатого скота в Могилевской области снизилось на 3%. Рост падежа допущен в 10 из 21 районов области. В Осиповичском районе он составил невероятные 250%. К 200% приближается увеличение выбытия животных и в Славгородском, Белынинском, Круглянском районах. Причем причины таких показателей в жестком нарушении правил содержания животных. За первые 8 месяцев 2022 года это стало причиной возбуждения в Могилевской области 48 уголовных дел. Но на ситуацию преследование никак не повлияло. Хозяйство все так же в упадке. А постоянная смена руководителей не спасает предприятия, скорее способствует их уничтожению. Стоит ли говорить, что мониторинг показал отсутствие подобных проблем в фермерских хозяйствах? Но абсолютно логичные выводы, которые напрашиваются из этих наблюдений, современный режим Беларуси, похоже, сделать не способен. В Пинском районе стоит острая проблема алкоголизма. В городском поселке Лопатина священник, милиционер, врач-психотерапевт, спасатель и директор местного хозяйства провели разъяснительную беседу с сельчанами о вреде злоупотребления спиртными напитками. За последние два года наши сограждане распились дальше некуда, заявил председатель колхоза. Способствует этому и появление частных магазинчиков в Лемешевичах, где продают алкоголь в долг под запись. Неделями люди не бывают на работе, а если и приходят, то частенько под шофе. Сегодня у нас день выплаты зарплаты. Половина из вас завтра не будет на работе, резюмировал крепкий хозяйственник. Работникам, страдающим от алкоголизма, директор гарантировал увольнение, но пообещал, что возврат на работу возможен, если человек начнет лечение в наркологии или кодируется. Естественно, никакой связи между алкоголизмом и ужасным уровнем жизни чиновники не заметили, обвинив во всем исключительно неблагодарных за мирное небо над головой людей. Напомним, по уровню употребления алкоголя Беларусь традиционно занимает высокие позиции в мировых рейтингах. По данным на 2021 год, в Беларуси на официальном учете у наркологов состояли порядка 160 тысяч граждан. А в 2020 году уровень употребления алкоголя составлял почти 11 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 лет. Режим проводит очередную зачистку среди политзаключенных, осужденных на химию. Как сообщает диссидент Бай, Губопик в паре с ОМОНом спонтанно нагрянули в исправительные учреждения открытого типа и проверили мобильные телефоны тех, кто отбывает наказание по политическим мотивам. После этого стало известно, что в неизвестном направлении увезли Виталия Муркушевского из ИУОТ-43 в Могилеве, а также Дмитрия Гуреева, Артема Лешневского и Дэвида Ширякова из Волковыского ИУОТ-29. Это не первый случай подобных проверок, отбывающих наказание политзаключенных. В феврале этого года сотрудники КГБ проводили рейд по поводу подписок и активности в телеграм-чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на химию по политическим статьям. Чат был признан экстремистским формированием, из-за чего на некоторых осужденных завели новые уголовные дела. Что стало причиной нового рейда, не сообщается. Неизвестны пока и масштабы последствий его проведения. 7 ноября в Витебске собираются торжественно открыть бюст Ленина. Она установит его возле поликлиники номер 4, которая до сих пор носит имя вождя пролетариата. Интересно, что на этом самом месте бетонное изваяние стояло с 1969 года. Но в ночь с 4 на 5 августа 1994 года оно было повреждено. Тогда было принято решение бюст не реставрировать. Но вот спустя 28 лет местные власти решили, что теперь-то уж Ленин на входе в медицинское учреждение будет очень актуален. Заменит поврежденный бюст очень похожая скульптура. Ее перенесут с территории бывшего РУВД Октябрьского района. Ведь она там стоит во дворе, отделенная от прохожих высоким забором и колючей проволокой, абсолютно не радует взоры прохожих. К тому же само РУВД переехало в новое здание. Бывшие милицейские помещения, а это целый комплекс исторических зданий на улице Суворова, выставлены на продажу почти за 3 миллиона рублей. Но бюст Ленина в сметную стоимость объекта не вошел. Оно и понятно, ведь святынями не торгуют, а выкидывать жалко. То, что это не художественное произведение, а штамповка, типичная для советских времен, нынешнюю власть ничуть не смущает. 7 ноября, в ознаменовании очередной годовщины Октябрьской революции, бюст Ленина планируют открыть в торжественной обстановке с обязательным участием членов КПРФ, БРСМ и Белой Руси. Смотрите новости регионов в социальных сетях и YouTube Маланки каждый будний день, подписывайтесь на наш новый чисто новостной канал Маланка Ньюз в ТикТоке, ну и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и живи Беларусь!